Актовая речь Нины Александровны звучит так. Аутоиммунные заболевания щитовидной железы, возможно ли таргетная терапия? Пожалуйста, Нина Александровна. Спасибо большое, Михаил Борисович. Уважаемые коллеги, доброе утро. Ну и так мне представляется, по количеству собравшихся в этом зале ранним воскресным утром, тема у вас вызывает интерес. И я очень признательна Михаилу Борисовичу в том плане, что когда он предложил мне, во-первых, эту возможность выступить перед вами с актовой речью, он не ограничил меня в выборе темы. И оставил, так сказать, эту возможность решать, о чем мне с вами беседовать, на, так сказать, возложил на меня лично. Ну и нужно сказать, что мне так представляется, что это в определенной степени смелость взять эту сему фокус внимания. Аутоиммунные заболевания щитовидной железы именно в постановке, возможно ли таргетная терапия? Ну, потому что общий, так сказать, общий мотив, я думаю, этим вас не удивлю, что до сегодняшнего дня, конечно же, патогенез аутоиммунных заболеваний не является до конца изученным. Остается довольно много вопросов, в том числе и с практической точки ведения этой группы пациентов. Но, тем не менее, это действительно бурно развивающаяся область, где вот на сегодняшний день такая постановка вопроса звучит достаточно закономерно. Ну и взяли мы эту тему, фокус, так сказать, своего внимания и возможности представить вам сегодня, также в связи с тем, что тема аутоиммунных и вообще заболеваний щитовидной железы, как медико-социально значимая проблема, является на протяжении многих лет научным направлением нашей кафедры, и за последние десятилетия было выполнено и защищены целый ряд диссертаций на сыскание степени кандидата наук, доктора наук. Вы видите тематики этих исследований, ну вот в частности, те системы иммунитета, использование иммуномодуляторов, лечение дифозного токсического зоба, аутоиммунный, подострый тироидит, прогностические факторы течения этих заболеваний и так далее. Ну и часть работы еще продолжает выполняться, и мы надеемся на то, что они будут тоже успешно защищены. Но уже из названий тех работ, которые прозвучали, вы понимаете, что концепция попытки патогенетической терапии в лечении аутоиммунных заболеваний не является новой. Хотя до сегодняшнего дня мы говорим, что патогенетической терапии нет, что мы используем исключительно методы симптоматической терапии при развитии гипотиреоза. Это заместительная терапия тироидными гормонами, в лечении тиреотоксикоза, различные способы подавления активности щитовидной, железомедикаментозной, хирургическим путем, радиоактивным йодом и так далее. Но вот еще один мотив к выбору этой темы сегодня – это тот факт, что нельзя не замечать, что успехи, в частности, противоопухолевой терапии ведут нас, наверное, по двум дорогам, которые мы с вами сегодня тоже можем обсуждать. Первое – это тот факт, что использование этих препаратов, использование этой терапии сопряжено, как оказалось, с риском развития тоже различных эндокринных нарушений. И ведение этой группы пациентов должно, так сказать, тоже войти в нашу практику, и мы с вами должны понимать, чего нам ожидать, чего может быть для этих пациентов опасаться, на какие аспекты обращать внимание, в том числе ориентировать наших пациентов на ту группу симптомов, которая, так сказать, может появиться и может являться жизнеугрожающей. Ну, я имею в виду, прежде всего, надпочечниковую недостаточность, и потом я на этом, может быть, коротко, но смогу остановиться. Но в то же время появление этой серии препаратов является таким светом в конце туннеля в отношении таргетной терапии и группы аутоиммунных заболеваний, в том числе аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. И в настоящее время это направление очень бурно развивается, и если пока, может быть, мы еще не уверены до конца в успехе, и данные их использования противоречивы, в том числе и по результатам многоцентровых исследований, но уже создается такое впечатление, что прорыв где-то, может быть, и близко, может быть, мы уже и приближаемся к этой истории. Итак, позвольте начать. Я напомню вам, что аутоиммунная тиреопатия – это гетерогенная группа воспалительных заболеваний щитовидной железы аутоиммунной теологии, в основе патогенеза которых лежит различные степени выраженности, деструкции фолликулов и фолликулярных клеток щитовидной железы. Они занимают ведущее место в структуре тиреоидной патологии, и к этой группе относятся заболевания, которые протекают с различным функциональным состоянием, как мы знаем, и с тиреотоксикозом, и с гипотиреозом, и с транзиторной сменой фаз функционального состояния. Классификация аутоиммунных тиреопатий выглядит следующим образом. Это болезнь Грейвса, как изолированная тиреопатия, так и с экстратиреоидными проявлениями. Аутоиммунный тиреидит хронический, а также транзиторный, куда включается послеродовый, безболевой, молчащий, и цитокин-индуцированные тиреидиты. И нужно сказать, что, смотрите, такая эволюция врачебного сознания происходила в ходе нашей профессиональной жизни, совсем недавно. И вспоминая своего учителя Михаила Ивановича Балаболкина, я должна сказать, что еще в начале 90-х годов ему представлялось, что серия вот этих транзиторных тиреидитов, она, вероятнее всего, не аутоиммунной природой, а имеет непосредственное сродство с подострым тиреидитом в силу того, что напоминает вот это течение и смену фаз. Но на сегодняшний день мы четко видим определение этой группы состояний действительно в разряде аутоиммунных тиреопатий с особой формой течения аутоиммунного процесса. Если говорить конкретно, болезнь Грейса, вот определение, которое было дано Уитманам. Уитман, выдающийся тиреодолог, который посвятил свою жизнь изучению именно аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, трактует так, и я подчеркиваю, системная, первая фраза, которая стоит, системное аутоиммунное заболевание, развивающее вследствие выработки антител к рецептору ТТГ, клинически проявляющееся поражением щитовидной железы с развитием синдрома тиреотоксикоза в сочетании с экстратиреоидной патологией. Эндокринная офтальмопатия, притебиальная мексидема и акропатия. Хронический аутоиммунный тиреоидит, хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы тоже аутоиммунного генеза, при котором в результате хронической прогрессирующей лимфоидной инфильтрации происходит постепенная деструкция паранхемы щитовидной железы с исходом в гипотиреоз. Уитман еще в 1996 году предложил свою классификацию аутоиммунных тиреоидитов, где подвел итог знаниям того периода времени, выделив две классические формы хронического тиреоидита. Это гипертрофический и атрофический вариант, который длительное время назывался первичной мексидемой. И обратите внимание, что объединяет эти две патологии. Почему мы говорим хронический тиреоидит? Здесь не только течение хроническое, но и в проявлениях обязательное наличие фиброза, что и объясняет исход в гипотиреоз, как при первом, так и при втором варианте. В то же время ювенильный тиреоидит, выделенный еще в свое время хазартом, а также описанный послеродовый и скрытый сайлент тиреоидит, не имеет этой характеристики и в основном проявляется лимфоидная инфильтрация, что и, возможно, объясняет нам тот факт, что по мере, как говорится, выздоровления в транзиторных тиреоидитах восстанавливается эутиреоз, хотя длительные наблюдения за этой группой больных говорят о более частом риске развития, конечно же, гипофункции. Ну и развитие аутоиммунного тиреоидита у детей, это давно было известно, действительно имеет потенциал в последующем восстановление функционального состояния щитовидной железы. И, как вы видите, в этой классификации еще отсутствует цитокин, индуцированный тиреоидит. Эндокринная офтальмопатия – это аутоиммунное заболевание, проявляющееся патологическими изменениями в мягких тканях орбиты со вторичным вовлечением глаза, характеризующийся в разной степени выраженным экзофтальмом, ограничением подвижности глазных яблок, перей и ретро-бульбарным отеком, и при тяжелом течении, осложненном, вовлекается в процесс роговица, диск зрительного нерва, и нередко возникает внутриглазная гипертензия. Говоря об эндокринной офтальмопатии, ее развитие, как я вам потом покажу, в последние годы идет особенно бурно с позиции представления о генезе развития патологии. Действительно, в 90% случаев сочетается с болезнью Грейвса, тесная очень взаимосвязь, и на сегодняшний день нам ясна природа этой взаимосвязи, и это, скорее всего, рецептор к тиреотропному гормону, в 5% сочетается с хроническим аутоиммунным тиреидитом, и, значит, возможно ее развитие при гипотиреозе, и примерно в 5% не удается определить ни изменение функционального состояния щитовидной железы, ни структурные нарушения, и эти формы называются эутиреоидной болезнью Грейвса. В то же время, если мы возьмем как бы зеркальное отражение, и при болезни Грейвса, как часто возникает эндокринная офтальмопатия, мы можем ссылаться на источники, где, говорится, клинически явные формы встречаются в 30-40% случаев течения болезни, но сегодня визуализирующие методы современной орбиты позволяют говорить, что практически, ну, очень, с гораздо более высокой частотой имеется вовлечение орбиты в процесс, ну, и, в частности, в субклинических вариантах проявления. В целом, аутоиммунные заболевания щитовидной железы встречаются примерно у 2% взрослого населения планеты, и вот в сочетании с эндокринной офтальмопатией, особенно 10% этой группы больных должны привлекать пристальное внимание врачей, потому что это тяжелое, может быть, течение эндокринной офтальмопатии, сочетающиеся с угрозой потери зрительных функций или приводящих к этой потере зрительных функций. Говорить об эпидемиологии аутоиммунного тироидита сложнее, потому что мы знаем, что в период эутириоза критерии диагноза являются довольно размытыми, и мы часто говорим, что диагноз носит вероятностный характер. Поэтому проще ориентироваться на распространенность антителоносительства, вот по данным крупных исследований, это 18% популяции, пол и возраст являются определяющими в частоте, до 33% у женщин старшей возрастной группы, ну и все те цифры, которые есть в литературе, в среднем говорят, что разброс распространенности аутоиммунного тироидита во взрослой популяции от 4 до 9,5%, а первичного гипотереза от 3,8% до 4,6%. Вот все эти перечисленные формы, хронический аутоиммунный тироидит, болезнь Грейфса, конечно, достаточно часто сочетаются с другой сопутствующей аутоиммунной патологией, и я это показываю на примере болезни Грейфса, где гораздо чаще, чем в общей популяции, мы видим ревматоидную артрит, системную красную волчанку, пернициозную, она имеет место неюгравис, ну а при хроническом аутоиммунном тироидите вы знаете сочетание с болезнью Шегрена, Витилига и другими множественными эндокринными тоже проявлениями. Но мы нередко видим аутоиммунные заболевания щитовидной железы и в составе так называемых аутоиммунных полиглондулярных синдромов, которые представляют собой группу заболеваний, характеризующихся аутоиммунным поражением двух и более эндокринных желез, сочетаемые с другими неэндокринными нозологиями аутоиммунного генеза. Их синдромы включают в себя большой спектр аутоиммунных заболеваний, их принято подразделять на несколько типов, первого, второго и третьего типа, ну и АПС первого типа связывают с мутациями и возникновением дефектных белков аутоиммунного регулирующего гена, то есть моногенный тип наследования, в то время как второго и третьего типа относятся к полигенным заболеваниям. Ну и говоря об этой теме, я не могу не упомянуть, что буквально в конце прошлого года была блестящая защита в Национальном эндокринологическом центре. Доктор Орлова защитила диссертацию по АПС первого типа, представила регистр на сегодняшний день, он является самым обширным среди европейских стран, более 130 случаев, и она описала, именно ей принадлежит первенство описания других проявлений АПС первого типа, определила множественные мутации в этом гене, при моногенном типе наследования, с которым и ассоциированы эти другие клинические проявления. Но в 1980 году классификация аутоиммунных полиглондулярных синдромов была расширена АПС четвертого типа, которые включают комбинацию заболеваний, не включенных в предыдущие группы. Ну а аутоиммунные заболевания щитовидной железы могут быть представлены в АПС второго и третьего типа. И в третьем типе именно аутоиммунные заболевания щитовидной железы являются основополагающими, исключают сочетание с хронической надпочечниковой недостаточностью и гипппаратериозом, сочетается с первым типом диабета, атрофическим гастритом, пернициозной анемией, аллопицией, витилигамиостынией. И таким образом уже по типу выделены АПС 3А, 3Б, 3С, то, что мы видим. Ну, далее, на чем бы мне хотелось остановиться немного. В настоящее время совершенно четко установлено наличие тесной взаимосвязи между иммунной и эндокринными системами, которые и обуславливают многие особенности патогенеза аутоиммунных заболеваний. Что же известно? Рецепторы к ТТГ обнаружены на многих клетках иммунной системы, моноцитах, макрофагах, дендритных клетках и Т-лимфоцитах. И ТТГ может усиливать как Т-зависимую, так и Т-независимую продукцию антител. В то же время на клетках иммунной системы выявлена экспрессия ядерных рецепторов к триотиранину. И в экспериментах на нокаутных по этим генам мышах отмечается выраженное падение количества иммунокомпетентных клеток в селезенке и дефекты пролиферации предшественников Б-лимфоцитов. Что еще было показано? Что вот в частности на дендритных клетках щитовидной железы, я потом поясню, напомню вам, что это за клетки, выявлены экспрессии рецепторов к Т3, что свидетельствует о возможности тиреоидных гормонов оказывать влияние на процессы пролиферации, дифференцировки, соответственно, на функцию дендритных клеток. И физиологические концентрации Т3 вызывают экспрессию маркеров созревания дендритных клеток, усиливают продукцию интерлейкина и стимулируют способность их вызывать пролиферацию, созревание так называемых наивных Т-клеток, в том числе и отвечают за продукцию имя интерферона. Так что же такое дендритные клетки? Это гетерогенные популяции так называемых антигенпрезентирующих клеток костно-мозгового происхождения. Дендритные клетки поглощают антигены, процессируют и представляют на своей поверхности в комплексе с главным комплексом гистосовместимости первого и второго классов. И только в таком виде Т-клетки способны распознавать антиген. Это очень важно. И вот это уточнение, так сказать, механизмов развития аутоиммунного процесса происходило в последние десятилетия. И вслед за этим активироваться и развивать иммунный ответ. И в зависимости от типа патогена дендритные клетки способны направлять дифференцировку вот этих наивных Т-хелперов в сторону Т-хелперов различного типа. И вот нужно сказать, что раньше, так сказать, мы не так, так сказать, четко это себе представляли, как это известно на сегодняшний день. И это важно с клинической точки зрения, потому что у вас может возникнуть вопрос, зачем я вам это рассказываю. А рассказываю именно потому, что вот та самая таргетная терапия стала возможна только благодаря этим знаниям, когда стало четко известно, за какой пул ответственности уже внутри субпопуляции эффекторных клеток, таких как Т-хелперы, отвечают конкретно Т1, Т2-хелперы или хелперы 17-го типа. Ну и вот посмотрите, действительно вот это подразделение хелперных клеток на Т1 и Т2 стало возможным, когда уточнили, так сказать, за какую конкретно продукцию специфических цитокинов они отвечают. И в зависимости от секретируемых имя цитокинов они были подразделены на два типа. И оказалось, ну вот Т-хелперы первого типа отвечают за хроническое воспаление, тем самым обеспечивают помощь с токсическим Т-клетком в защите против внутриклеточных патогенов, а Т2-клетки играют важную роль в антительном ответе и таким образом защищают хозяина от внеклеточных патогенов. И в организме в норме поддерживается, конечно же, баланс между этими представителями эффекторных клеток Т-хелперы 1 и 2 типа, которые необходимы для развития адекватного иммунного ответа. Они являются антагонистами по отношению друг к другу и тормозят друг друга. Ну а существуют, так сказать, более высокий, что ли, уровень регуляции, Т-регулирующие клетки, которые как раз и отвечают за активность вот этих эффекторных Т-хелперов. И они являются реальными супрессорами, играют ведущую роль во многих иммунологических процессах, регулируют клеточный гомеостаз, предотвращают аутоиммунные заболевания, аллергии, гиперчувствительность и так далее. Ну и еще подразделяют, как вы видели, клетки 17-го типа. Они тоже задействованы в патогенезе аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Ну и посмотрите, что происходит в норме. В норме, конечно же, существует четкий баланс и регуляция Т- и Б-клеточного иммунитета. И это поддерживается, так сказать, этот баланс между реакцией на чужеродные антигены и аутореактивностью к собственным клеткам. Ну и процессы ингибирования и индукции иммунного ответа, так сказать, находятся действительно в этом жестком балансе при условии соблюдения всех тех моментов, о которых я пыталась рассказать. В этом случае иммунный ответ будет одновременно эффективным и безопасным, в том числе в отношении развития аутоиммунного процесса. Так происходит в норме, и все участники, вот эти дендритные клетки, так называемые, одна из их представительств антиген, презентующие клетки. Ну и вот все эффекторные, супрессорные клетки здесь тоже представлены. Говоря об аутоиммунных уже заболеваниях щитовидной железы, нужно напомнить, что значимый вклад в их развитие вносит, конечно же, наследственная предрасположенность и давно известно о наличии генов, которые влияют на формирование аутоиммунной патологии. Это прежде всего локусы, хромосомы 2, 6, 8, 12 и 13, гены которых участвуют в развитии заболевания. Вот эта концепция, концепция так называемого швейцарского сыра, не случайно здесь это изображение, она выделяет повреждения, влияющие на работу многих органов и систем, но также задействованных в аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы. Это гены главного комплекса гистосовместимости, иммунорегуляторные гены, ну и, конечно же, факторы внешней среды, которые являются триггерами и запускают аутоиммунный процесс. И другие, так сказать, дополнительные тироидосцированные повреждения, что связано с тироидспецифическими генами, ну и дополнительными, так называемыми, бытовыми факторами, среди которых, конечно же, и стресс, и курение, которые тоже выступают в роли триггеров, запускающих аутоиммунные заболевания щитовидной железы. Известно, что дифозный токсический изоп или болезнь Грейвса и атрофическая форма аутоиммунного тироидита ассоциированы с HLA-B8 и HLA-D3, гипертрофический вариант с HLA-DR5 или другими аллелями главного комплекса гистосовместимости для других этнических групп. И второй ген-кандидат на ассоциацию с развитием аутоиммунных тиреопатий это CTLA-4, поверхностный антиген цитотоксических Т-лимфоцитов, которые как раз находятся в хромосомной области второй хромосомы и кодируют ключевую регуляторную молекулу на поверхности Т-лимфоцитов, функцией которой является завершение иммунного ответа. Таким образом, вот эта генетика и понимание того, что затоит за этим полиморфизмом генов, выглядит это примерно так. Полиморфизм гена CTLA-4 отвечает за нарушение супрессорной функции, HLA-полиморфизм регулирует аутореактивность, и полиморфизм генов цитокинов – нарушение соотношения про- и противовоспалительных цитокинов. Ну и при сбое на фоне генетической предрасположенности в этой системе и происходит активация, пролиферация клеток, аутоиммунная агрессия и развитие заболевания. В целом, патогенез аутоиммунных тиреопатий действительно имеет вот это общее структурное начало. При воздействии на щитовидную железу триггерных факторов происходит повреждение тироцитов, это запускает процесс миграции вот этих самых антиген-презентующих клеток, являющихся, так сказать, входящих в характеристику дендритных клеток, к месту повреждения и захвата ими аутоантигенов с целью дальнейшей презентации их Т-лимфоцитам. И презентация сопровождается продукцией интерлейкинов, после этого начинается дифференцировка Т-лимфоцитов и выбор пути развития иммунного ответа либо в сторону CD4, это хелперы, либо в сторону CD8, киллеры лимфоцитов. И активированные Б-клетки синтезируют аутоантитела, относящиеся к иммуноглобулинам класса G, преимущественно к антигенным детерминатам, такие как тиреопероксидазы и тиреоглобулин. И мы знаем, что этот тип антител является универсальным маркером аутоиммунного процесса. Встречается при хроническом аутоиммунном тиреидите, при болезни Грейса и при эндокринной офтальмопатии. Но если говорить конкретно о патогенезе аутоиммунного тиреидита, здесь на черном фоне как раз антиген, презентующий клетки, распознавание антигена и представление его Т-лимфоцитом, дальше дифференцировка Т-хелперов, то здесь финалом развития аутоиммунной агрессии является деструкция тиреоцитов, значимая роль апоптоза, CD8 цитотоксичности, активация системы комплимента. Ну а наверху все то, что лежит в основе генетика, на которой я уже частично остановилась, факторы окружающей среды, среди которых йодный дефицит, использование некоторых лекарственных препаратов, о которых я более четко скажу в финале, инфекции, химикаты. Ну а среди эндогенных факторов, безусловно, женский пол, послеродовый период и так называемый фитальный микрохимеризм. Ну вот фитальный микрохимеризм, что это такое, почему мы часто в послеродовом периоде видим, так сказать, манифестацию аутоиммунных заболеваний. Оказывается, клетки плода могут проникать в кровоток матери, долгое время персистировать в тканях, в том числе пораженных аутоиммунным процессом, и микрохимерные клетки могут инициировать иммунные реакции против антигенов матери после того, как после родов, и происходит активация иммунной системы, и эта реакция напоминает реакцию трансплантат-хозяин. Ну и в патогенезе аутоиммунного тироэдита именно ключевая роль отводится названным антителам, которые в присутствии компонентов комплимента оказывают цитотоксическое действие и разрушают ткань щитовидные железы. По сути дела, вот эта роль антител к тириоглобулину и к ТПО, несмотря на то, что мы их видим и при болезни Грейвса, она выглядит несколько иной, потому что они сенсибилизируют тироцит к воздействию уже конкретно текиллеров и различных цитокинов, что и приводит к деструкции ткани щитовидной железы. Ну и в целом аутоиммунный процесс ведет к дистрофии, дальнейшему воспалению, потом дистрофии, фиброз, снижение синтеза тириоидных гормонов по принципу отрицательной обратной связи, повышение ТТГ, и ТТГ провоцирует рост эпителии щитовидной железы, пока это возможно, формируя гипертрофический вариант хронического аутоиммунного тироидита. Ну и вот роль апоптозы, она, конечно, велика в развитии аутоиммунного тироидита, это связано с повышенной продукцией экспрессии фаз, мембранный клеточный рецептор, ответственный за иммунный ответ и тканевой гомеостаз и его легандов. На поверхности мембран тироцитов процессы апоптозы также, как говорится, расшифрованы. Идет процесс апоптозы не только тироцитов, но и нитрофилов. И также альфа-фактор некроза опухолей является тоже стимулятором апоптозы и потенцирует вот это связывание фаз-рецептора с фаз-легандом. Что касается болезни Грейвса, то вы прекрасно знаете, описание принадлежит Грейвсу и Карлу фон Базедову, 1935-й и 1940-й год соответственно, нам стало известно, или нашим предшественникам, а потом и нам, о Мерзебургской триаде, зоптохикардия, экзофтальм. И дальше началась история по установлению природы болезни Грейвса. И, как вы знаете, до 50-х годов прошлого века совершенно другие гипотезы господствовали, роль стресса, гиперактивность гипоталамогипфизарной системы и так далее. И 1956-й год Адамс и Пурвис впервые описывают лацфактор как причину диффузного токсического зоба болезни Грейвса, но природа его не была известна практически до 60-х годов прошлого века, когда было установлено, что лацфактор представляет собой иммуноглобулин класса G, то есть антителом. Ну а в последующем был уже идентифицирован антиген, это рецептор ТТГ, ну и потом уже различные характеристики этих антител были изучены, способность проникать через плаценту, вызывать неонатальный тиреотоксикоз. И с 1973-го года возникает концепция ассоциации эндокринной офтальмопатии с высоким уровнем лац-антител, но только в 90-х годах рецептор ТТГ был экспрессирован в ретро-бульбарной клетчатке, и антитела к рецептору ТТГ стали обсуждаться как причина эндокринной офтальмопатии. Это 1993 год. А потом начинаются целые серии исследований по изучению других, как говорится, кандидатов, которые могли бы являться причиной аутоагрессии. Это различные, так сказать, компоненты глазодвигательных мышц. Ну и уже различные типы антител в этом отношении стали изучаться, о чем я, может быть, успею рассказать чуть позже. Ну и вот вы видите, до последнего времени, практически 2005 год, антитела к кальсиквистрино изучаются, к коллагену-13. Они являются маркером, по-видимому, активного воспалительного процесса в ретро-бульбарной клетчатке, то есть помогают нам еще и с клинической точки зрения определять фазу течения заболевания, активное или неактивное. Это очень важно в отношении наших стратегических решений. Ну и было показано, что антитела к кальсиквистрино являются чувствительным специфическим маркером именно миогенной формы, а в 2000 году, вы видите, выделены были по типу эндокринной офтальмопатии. Вот несмотря на общность генеза аутоиммунных тиреопатий, все-таки при каждом конкретном варианте, будь то хронический аутоиммунный тиреидит, болезнь Грейса или эндокринная офтальмопатия, есть, конечно, свои специфические особенности и отличия. И на что указывал еще Вальпе, автор концепции развития диффузного токсического зоба, она принадлежит именно ему в 70-х годах прошлого века, на основе клонально-селекционной теории Бернетта он предложил свой вариант развития заболевания, сказав, что ключевой дефект в системе Т-лимфоцитов-супрессоров, далее образуются форбидные клоны Т-лимфоцитов с аутоагрессией к собственным тканям, не бывают подавлены в силу супрессорного дефекта, они пролиферируют, передают информацию посредством Т-хелперов на Б-лимфоциты, они превращаются в плазматические клетки и начинают вырабатывать антитела, и в данном конкретном случае антитела к рецептору ТТГ. А вот все последующие уточнения и детализация, о которой я рассказала, процесса, они позволяют нам, в общем-то, надеяться на возможности уже таргетного лечения. Ну и вот, по-видимому, эти особенности течения генеза, именно присущие болезни Грейса, действительно отвечают за разные морфологические и функциональные характеристики щитовидной железы при разных формах аутоиммунного процесса. Ну и говоря о болезни Грейса, что же мы имеем? В результате нарушения тоже иммунологической толерантности аутореактивные лимфоциты при участии адгезивных молекул инфильтрируют паранхиму щитовидной железы, где распознается ряд антигенов, которые презентируются дендритными клетками, макрофагами, и в дальнейшем цитокины и сигнальные молекулы инициируют антигеноспецифическую стимуляцию Б-лимфоцитов, в результате чего и начинается продукция иммуноглобулинов против различных компонентов тероцитов. И тоже всегда присутствуют антитела и к тиреоглобулину, и к ТПО, но в патогенезе основное значение, как известно, придается образованию именно ТТГ-стимулирующих антител. Ну и что еще здесь можно сказать? Что болезнь Грейса, конечно, принципиально отличается тем, что если при большинстве аутоиммунных заболеваний происходит разрушение тканей мишеней, то в данном случае происходит стимуляция. И именно за счет того, что аутоантитела вырабатываются к фрагменту рецептора ТТГ, находящегося на мембране с тероцитом, вот этот вот комплекс антигела-антитела запускает пострецепторный каскад синтеза тиреоидных гормонов, вызывающего тиреотоксикоз, и, по-видимому, этим же типам антител принадлежит ответственность за стимуляцию, то есть гипертрофию тероцитов. Но вот посмотрите, уже Вальпе указывал в 1999 году, что в исходе ДТЗ в гипертрофированных тереоцитах начинают происходить дистрофические изменения, что в своем исходе также может вести к фиброзу, как и при хроническом аутоиммунном тиреидите. Ну и мы знаем, что длительный катамноз за некоторыми больными позволяет нам утверждать, что в части случаев болезнь Грейвса может заканчиваться спонтанным гипотиреозом, на сегодняшний день это описано. Какие же антигенные детерминаты в щитовидной железе? Тиреоглобулин, ТПО, или как ранее называли микросомальный антиген, рецептор ТТГ, а также натрииодный симпортер, мегален и тиреодные гормоны. Но вот последний блок, в общем-то о нем много думали, как о дополнительных, как говорится, механизмах развития процесса, но пока этих данных нет. Нужно сказать, что если антитела к тиреоглобулину и к ТПО являются менее специфичными для патологии, они встречаются не только при аутоиммунных заболеваниях, но и у практически здоровых людей, а также при раке щитовидной железы, антитела к рецептору ТТГ являются, конечно, более специфичными и четко указывают на наличие заболевания. Когда мы можем использовать с вами определение антител к компонентам ткани щитовидной железы, в данном случае к ТПО и к тиреоглобулину, я напомню, что выявление изолированного повышения уровня антител не позволяет установить диагноз заболевания щитовидной железы и назначить лечение, не показано определение титра антител к ТПО, к тиреоглобулину в динамике для контроля лечения заболеваний щитовидной железы. Следует учитывать, что повышение антител выявляется не в 100% случаев аутоиммунных заболеваний, они со временем могут элиминироваться и не исключают, например, при первичном гипотириозе, что его причиной было аутоиммунное заболевание, хотя уже антител нет. Ну а повышение антител к ТПО при беременности является фактором риска прерывания беременности и поздних гистозов, послеродового тиреоглоба и даже послеродовых депрессий. Что в отношении антител к рецептору ТТГ? Это тоже не единая популяция, как мы с вами прекрасно знаем, и мы говорим о ТТГ-стимулирующих и ТТГ-блокирующих антителах, блокирующих те, которые нарушают связывание ТТГ со своим рецептором, ведут к гипотириозу атрофии щитовидной железы и лежат в основе патогенеза атрофической формы хронического аутоиммунного тиреидита. Как вы видите, в 2015 году в общественности были представлены еще третий тип антител к рецептору ТТГ. Как предполагают роль этого типа антител, ответственность – это развитие апоптоза, апоптоза тиреоцитов, и, может быть, в этом плане некоторые варианты клинического течения болезни, которые мы с вами трактуем как нетипичные формы, может быть, в большей мере будут найдены объяснения посредством установления этой новой информации. С позиции клинического применения определения антител к рецептору ТТГ используется чаще всего радиорецепторный анализ определения общих антител к рецептору ТТГ, как стимулирующих, так и блокирующих. На сегодняшний день тест-наборы не позволяют нам разграничить эту популяцию и определять отдельно стимулирующие и блокирующие антитела. Это возможно сделать только используя биологический метод. Определение стимулирующих и блокирующих антител, определяя содержание циклического АМФ в культуре ткани щитовидной железы, метод является трудоемким и неприемлемым для обычной рутинной практики. Но методики развиваются, и вы видите, что первое поколение, когда был использован гетерологичный свиной рецептор ТТГ, второе поколение, это уже использование рекомбинантного ТТГ. А на сегодняшний день доступны методы третьего поколения, это моноклональные антитела. И есть работы, которые демонстрируют, что действительно методы третьего поколения являются более чувствительными, более специфичными, и позволяют нам более четко понимать, что происходит в так называемой серой зоне, определенной методами второго поколения, хотя данные противоречивы. Ну и что касается антител к рецептору ТТГ, что необходимость определения во всех случаях диагностики заболевания продолжает обсуждаться, именно в силу того, что нет золотого стандарта возможности определять тиреостимулирующие антитела. Но все-таки в настоящее время доступны моноклональные антитела к человеческому рецептору ТТГ, и это, так сказать, как я уже сказала, повышает ценность диагностики. Но в целом, тем не менее, мы можем использовать современные возможности не только в диагностике, но и прогнозировании течения болезни Грейвса, в дифференциальной диагностике болезни Грейвса с функциональной автономией, диагностике и прогнозировании течения эутериоидной болезни Грейвса, диагностике диффузного токсического зоба у беременных и новорожденных, а также в дифференциальной диагностике манифестации болезни Грейвса в послеродовом периоде с послеродовым тироэдитом в деструктивной фазе, когда мы тоже будем клинически иметь тиреотоксикоз. Вот такая диагностическая стратегия, предложенная еще в 2025 году, она, в общем-то, выглядит привлекательной на сегодняшний день. Если есть признаки эндокринной офтальмопатии, то, по сути дела, причина тиреотоксикоза, болезнь Грейвса, можно считать установленной. Если этого нет, то как раз-таки здесь можно определять антитела к рецептору ТТГ, наиболее специфичные патогенетически оправданные другие типы антител, ультразвуковые признаки аутоиммунного процесса в виде низкой эхогенности. И вот если всех этих признаков нет, то мы с вами можем иметь дело с так называемой диффузной тиреоидной автономией. Я просто хочу напомнить, что она бывает не только в более простом варианте, так сказать, при наличии узлового образования в щитовидной железе, она может быть и диффузной. Ну и вот, говоря о нетипичных вариантах течения аутоиммунного процесса, эти формы начали, так сказать, собираться в литературе примерно 66-го года и описываются в настоящий ремонт. Мы описали подобные случаи. Что значит нетипичного? Заболевание началось с гипотиреоза, требовало заместительной терапии, был поставлен диагноз хронического аутоиммунного тиреоидита, а через некоторое время развился спонтанный тиреотоксикоз, и он манифестировал проявление хронической надпочечниковой недостаточности в рамках вот таких полиглондулярных аутоиммунных синдромов. Ну и до настоящего времени действительно нет единой точки. Что же происходит? Почему возможны такие инверсии? Ну и в большинстве случаев это объясняют либо изменением функциональной активности антител к рецептору ТТГ, либо изменением чувствительности тиреоидной ткани к этим антителам. Но вы видите, все находится в динамике дальнейшего развития изучения, и уже сегодня я вам говорила и о другом типе антител, третьем типе антител к рецептору ТТГ, ну и другие моменты, может быть, могут лежать в основе вот такой трансформации спонтанной функционального состояния. Ну и как же нам формулировать диагноз, как относиться к этой истории? Несмотря на то, что я говорила, что болезни Грейвста и хронический аутоиммунный тиреоидит имеют выраженное, так сказать, отличие в течение аутоиммунного процесса, все-таки на сегодняшний день вновь появляется трактовка, знаете, все новое, хорошо забытое старое, единого аутоиммунного заболевания щитовидной железы, и данные клинические случаи, как считают авторы, демонстрируют возможный континиум между болезнью Грейвста и аутоиммунным тиреоидитом в рамках единой аутоиммунной патологии, несмотря на то, что оба заболевания считаются самостоятельными, с разным патогенезом и генетической предрасположенностью. И вот такую классификацию, может быть необычную, Дэвис и Амина в руководстве патеридологии еще тоже в 2005 году предложили, где помимо классических вариантов аутоиммунного тиреоидита первого, второго типа транзиторных форм, болезнь Грейвста стоит как тип 3 и выделяется гипертереоидная болезнь Грейвста, но здесь нас ничего не удивляет, это классическое течение заболевания, эутереоидная болезнь Грейвста, и мы тоже знаем, так сказать, обозначение этого термина, это эндокринная офтальмопатия без вовлечения щитовидной железы в процесс, но вот предложен вариант такой, гипотереоидная болезнь Грейвста, ну для, так сказать, сведения, что вот такие мнения тоже есть. Что касается, позвольте некоторое время, уделить эндокринной офтальмопатии. Действительно, представление об аутоиммунной природе, которые бурно развиваются в последнее время. Это сфера интересов многих специалистов. Мне нравится аббревиатура, может быть, расшифрована так. И об эндокринологе-офтальмологе-хирурге, включая и пластических хирургов, ну и, конечно, специалисты радиационной терапии. Ну а здесь, видите, неуловимая сникла Сафронова, и, может быть, офтальмолог и эндокринолог здесь увидят один из классических симптомов. Возможно, это диплопия с нашей точки зрения. Ну, факторами риска и прогрессии являются уже названные мною. Может быть, здесь курение имеет еще более доминирующее звучание в прогрессии офтальмопатии, то есть генетическая предрасположенность. Известно до сегодняшнего дня обсуждение, как радиоактивный йод может влиять, так сказать, на течение эндокринной офтальмопатии, вызывая риски рецидивов после его использования. Ну, полый возраст тоже влияет на проявления, и, в частности, встречается чаще у женщин, но наиболее тяжелое течение отмечается у мужчин пожилого возраста. Ну, и ключевой зоной аутоагрессии являются орбитальные фибробласты, те же самые, так сказать, процессы аутоиммунных реакций. Но, как вы видели, как я уже говорила, именно выделение в 90-х годах представления антител к рецептру ТТГ на орбитальном фибробласте построило ключевую концепцию патогенеза, где на фоне тоже генетической предрасположенности, триггерных факторов, изменение соотношения иммунокомпетентных клеток, роль цитокинов, инфильтрации тканей орбиты, увеличение продукции гликозы амингликанов фибробластами орбиты, отек ретробульбарных тканей и клинические проявления эндокринной офтальмопатии. Но оказалось, что орбитальные фибробласты отличаются друг от друга. И есть те, которые представляют на своей поверхности определенный маркер рецепторный TY1+, и те, которые не несут этого маркера, и те, которые не несут, являются преадипоцитами и дифференцируются в адипоциты, и происходит вот этот мощный липогенез в зоне ретробульбарной клетчатки, что увеличивает, как говорится, объем и вызывает протрузию глазного яблока. И активируется этот процесс аутоантителами и Т-хелперами. Имеющие маркер, ответственные за продукцию гликозы амингликанов, активируются цитокинами и увеличивают объем уже экстраокулярных мышц. А под воздействием трансформирующего фактора роста бета, именно этот тип орбитальных фибробластов может дифференцироваться и в миофибробласты, участвующие в развитии воспаления, регенерации и фиброза. Какие же вопросы все-таки на сегодняшний день остаются неясными в генезе эндокринной офтальмопатии? Теория рецептора ТТГ как первичного аутоантигена не объясняет манифестацию офтальмопатии у пациентов с многолетней ремиссией, у пациентов с аутоиммунным тироидитом, подострым тироидитом, эутериоидной болезнью Грейса и, наконец, с отрицательными антителами к рецептору ТТГ. Ответы. Может быть, низкая чувствительность диагностических методик. Может быть, антитела были и уже элиминированы и становятся отрицательными на момент клинической манифестации. Но, возможно, преимущественная роль антител в развитии заболевания к другим антигенам орбиты. И, в частности, других потенциальных и уже не потенциальных, а доказанных мишеней показано, что орбитальные фибробласты экспрессируют большее количество инсулиноподобного фактора роста, чем нормальные орбитальные фибробласты. Он рассматривается также как еще один важный аутоантиген для эндокринной офтальмопатии. Другими мишенями, скорее всего, являются коллаген-13, экспрессируемый на мембране орбитального фибробласта, и кальциквестрин, кальцисвязывающий белок, расположенный с арколеми миофибрил. Таким образом, по одной теории, антитела к рецептору ТТГ играют первичную роль в патогенезе эндокринной офтальмопатии, приводя к вторичному повреждению экстраокулярных мышц с развитием аутоагрессии. А по другой теории, это отдельный, независимый аутоиммунный процесс, приводящий к развитию аутоиммунного воспаления экстраокулярных мышц, что объясняет манифестацию эндокринной офтальмопатии именно с диплопией и нарушением подвижности глазных яблок у лиц, имеющих отрицательные антитела к рецептору ТТГ. В 2000 году было представлено три типа – смешанные отечные и миогенные формы эндокринной офтальмопатии, продолжается дискуссия в отношении первичного аутоантигена, где он расположен, в ретро-бульбарной клетчатке, в экстраокулярных мышцах, или всегда вовлечены обе структуры. Ну а вот если четко принять, как говорится, точку вот этой дифференциации течения заболевания, то мы видим премиогенные формы в качестве зоны аутоагрессии кальсиквестрин и флавопротеин, при отечной, скорее всего, рецептор ТТГ и коллаген-13, ну а при смешанном варианте любые из названных. Говоря об антителах к рецептору ТТГ, мы их можем использовать не только в диагностике, но и как маркер прогноза течения заболевания. И вот при аутоиммунной офтальмопатии показано, что степень их, так сказать, высоты положительно коррелирует со степенью активности эндокринной офтальмопатии, тяжестью течения заболевания и даже со степенью проптоза. Ну тоже вот одна из работ, которые демонстрируют, что более высокий уровень является предиктором тяжелого течения, а более низкий – предиктором благоприятного течения эндокринной офтальмопатии. Ну и вот мы с коллегами, с Мартиросяной Нариной Степанной, которая присутствует в этом зале, Трухиной, Любовь Валентиновной, тоже изучали этот вопрос и показали, что именно антитела к рецептору ТТГ ассоциированы с активностью и тяжестью течения эндокринной офтальмопатии. Ранее нами было показано, что на прогноз течения болезни Грейвса влияет исходный уровень антител к рецептору ТТГ, и мы это тоже можем использовать в принятии решения, что делать с больным, как только мы добились эутириоза. Продолжать его лечить консервативно или же направлять на радиоактивный йод, хирургическое лечение, то есть принимать решение ранее, не вызывая, так сказать, этого повторного рецидива для принятия решения. Также была показана нами прогностическая роль антител к рецептору ТТГ в результатах лечения эндокринной офтальмопатии традиционными метами, пульсотерапией глюкокортикоидами, и среди ответивших на лечение были лица, имеющие более низкие титры антител к рецептору ТТГ по сравнению с теми, кто на это лечение не ответил. Также нами была выполнена сравнительная оценка чувствительности методик 2-го и 3-го поколения. Ну и вот по нашим данным методика 3-го поколения оказалась более чувствительной, позволяя ориентироваться в этой серой зоне, полученной при методике 2-го поколения определения антител к рецептору ТТГ. Нам удалось посмотреть антитела и кальсиквестрину, хотя это недавняя история появления их описания, и мы продемонстрировали, что есть ассоциация именно с активностью течения процесса и с поражением мышц, то есть миогенами в форме эндокринной офтальмопатии. Ну и коллаген-13, отмечена повышенной экспрессией его орбитальными фибробластами, уровень антител к коллагену-13 ассоциируется тоже со степенью активности и положительно коррелирует со степенью именно клинической активности по шкале ГАЗ, это данные литературы, ну и у нас здесь некоторые ассоциации тоже были получены. Мы изучали также генетику, данные по генетическим маркерам риска развития эндокринной офтальмопатии остаются очень противоречивыми, в основном касаются азиатской группы лиц, поэтому вот мы тоже изучали генетические маркеры, CTLA-4, генфакторы некроза опухолей, интерлейкина-10 и интерлейкина-6 в группе больных, имеющих и болезнь Грейвса, эндокринную офтальмопатию, либо только болезнь Грейвса, и нам удалось не просто, так сказать, выявить детерминанты, которые предполагают, либо защищают от развития эндокринной офтальмопатии, но и установить некоторые ассоциации с тяжестью течения или с другими показателями течения эндокринной офтальмопатии. Вы видите, вот в отношении гена CTLA-4 и фактора некроза опухолей определенные генотипы ассоциированы были с более тяжелой или более легкой формой течения болезни, с активной или с неактивной формой. Генотип АА, например, ген из CTLA-4, был ассоциирован с неактивной эндокринной эпатии, не требующей иммуносупрессивной терапии. А генотип АА, альфа-фактора некроза опухолей, ассоциирован с неактивной эндокринной офтальмопатии, тоже не требовавшей иммуносупрессивной терапии. Ну и вот эта схема, вы видите, она позволяет нам вслед за, как говорится, авторами и уточнением роли, конкретной роли, присущей той или иной субпопуляции Т-лимфоцитов, тому или иному цитокину, говорить о возможности развития таргетной терапии в отношении эндокринной офтальмопатии. И здесь вы видите зоны воздействия не только классических вариантов использования глюкокортикоидов, где антитела, секреции антител, цитокины, химокины, секреции, макрофаги, роль глюкокортикоидов, но и ингибиторы альфа-фактора некроза опухолей, их зона воздействия, тирозин киназных ингибиторов, М-тор ингибиторов, Т-протумаба, ингибирующая активность инсулиноподобного фактора роста первого типа, антагонисты рецептора ТТГ и так далее. Но пока это не стало реальной практикой, тем не менее, то, на что я еще хотела обратить внимание, и уже в финале истекающего времени, все-таки, посмотрите, с научной позиции большой интерес представляют ядрогенные причины, способствующие развитию также болезни Крейвса и в этом отношении роль иммуномодулирующих биологических препаратов. И биологические препараты, стимулирующие собственный иммунный ответ пациента на раковые клетки, оказались эффективными в борьбе с раковыми заболеваниями, но могут вызывать различные аутоиммунные патологии. И у пациентов, в частности, с рассеянным склерозом, получавших моноклональные антитилакты к клеткам, у третьих пациентов развилась болезнь Крейвса в течение нескольких недель, и, вероятно, это было связано с потерей Т-клеточной иммунорегуляции. Кроме того, у пациентов с хроническим гепатетом, это уже известная информация, получавших интерферон альфа, до 40% случаев развивалось повышение титра антитела, в 15% случаев клинической картины хронического аутоиммунного тироэдита. И было обнаружено прямое воздействие интерферона альфа на активность промоторной области тиреуглобулина со специфическим однонуклеотидным полиморфизмом, участвующим в патогенезе развития заболевания. Но вот среди таких лекарств, как эпилемумаб, сложное название моноклональное антитело, связывающее с цитоксическим антигеном сетела И4, расположенным на поверхности Т-лимфоцитов, усиливающих его активность, а также ниволумаб и пембролизумаб, это блокирующие белки, отвечающие за программированную клеточную гибель на Т-клетках, было показано, что при их использовании развивался аутоиммунный гипофизит от 1 до 8% случаев, и у этих пациентов с аутоиммунным гипофизитом возникала вторичная надпочечниковая недостаточность практически в 100% случаев, гипогонадотропный гипогонадизм в 85% случаев и центральный гипотирез в 100% случаев. Реже возникало аутоиммунное первичное воздействие на щитовидную железу и на надпочечники, вызывая соответственно недостаточность. Таким образом, использование таких лекарств должно включать стандартизированную программу мониторинга для проверки эндокринопатии, то есть опасность для жизни прежде всего надпочечниковой недостаточности, и тщательная информация о пациенте, в том числе и о том, на какие симптомы он должен реагировать. Но с другой стороны, как я уже сказала ранее, биологические агенты могут предлагать новые варианты лечения аутоиммунных заболеваний, и то, что вы видели в сложной схеме, здесь в общем-то касается не только эндокринной аутоиммунной патии, но и в целом аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, рецептор ТТГ разрабатываются, идут эти экспериментальные работы по созданию антагониста рецептора ТТГ, рецептор инсулиноподобного фактора роста первого типа, блокирующий моноклональные антитилаты протумаб, B-лимфоциты, это использование ретуксимаба, T-лимфоциты алимтузумаб, CTLA-4 аботоцепт, ингибирование адипогенеза, это PR-гамма-антагонисты, воздействие на цитокины с помощью тоже ряда биологических препаратов, конкретно на интерлекин-6, 1, альфа-фактор некроза опухолей, тромбоцитарный фактор роста, ингибиторы тирозинкиназы, ну и рецептор соматостатина, задействованный тоже в генезе эндокринной офтальмопатии, аналоге соматостатина. Ну и лечение пациентов, вот в частности с ревматическим артритом, с ревматоидным артритом, биологическими агентами представляется безопасным и, возможно, оказывает положительное влияние на аутоиммунные заболевания щитовидной железы. Ну, есть как небольшие, так сказать, исследования, так вот в отношении ретуксимаба уже завершившееся контролируемое исследование, но тем не менее данные по публикациям все-таки остаются достаточно противоречивыми. В части исследований было показано, что улучшается течение, что вот эти резистентные к классическим формам лечения, случаи, так сказать, лучше отвечают на терапию, увеличивается период или препятствие рецидива того же самого диффузного токсического зоба при использовании ретуксимаба, но не все исследования это подтверждают. В небольшом исследовании вот лечение 138 пациентов с ревматоидным артритом, ингибиторами альфа-фактора некроза опухолей, также привело к одновременному улучшению течения гипотириоза и снижению титров антител. И в недавнем исследовании использования тепротумаба моноклонального антитела, ингибитор рецептора человеческого инсулиноподобного фактора роста первого типа, значительно улучшило исходы у пациентов с эндокринной офтальмопатией. Поэтому кластер лекарств, нацеленных на иммуноопосредственные заболевания, действительно быстро развивается, и многие лекарства были разработаны или проходят клинические испытания. Несмотря на то, что механизмы, вызывающие потерю аутотолерантности, до сих пор до конца не ясны, тем не менее растущие знания о подгруппах В-клеток и Т-клеток, которые я сегодня пыталась представить в ходе своей лекции, различных полов цитокинов, представляют интересные перспективы для уточнения вариантов лечения аутоиммунных заболеваний, в том числе и тех, которые резистентны к классическим вариантам лечения, прежде всего при эндокринной офтальмопатии, глюкокортикоидной терапии. Таким образом, томополос, который еще в 90-х годах написал эту фразу, она продолжает звучать актуально и, может быть, становится более актуальной сегодня. Он говорил о том, что со временем патогенез аутоиммунных заболеваний щитовидной железы будет уточнен, новые патогенетические методы лечения будут предложены, а сегодняшние симптоматические останутся лишь только частью истории медицины. По-видимому, хочется надеяться, что приближаемся к этому периоду. Но все-таки еще несколько выводов в оставшиеся 2-3 минуты я позволю себе сделать. И аутоиммунные заболевания щитовидной железы действительно имеют множество негативных последствий для всего организма. И вот говоря о хроническом аутоиммунном тироидите, долгое время мы обсуждали, болезнь это или нет. В рамках, конечно, всего того, что происходит в целом организме, мы понимаем, что он может быть только маркером всего другого, что за этим сокрыто. И мы привыкли рассматривать последствия аутоиммунных заболеваний только со стороны неблагоприятного влияния на гипо- или гиперфункцию. Вот с учетом тех иммунных нарушений, о которых я пыталась рассказать. Конечно же, нужно рассматривать проявления заболеваний более широко. Важно помнить, что они вызваны не только гормональными, но и иммунными нарушениями. И сегодня, как никогда, актуально обсуждается патогенез поражения миокарда при аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы уже далеко за пределами только дистериоза. Обсуждаются аутоиммунные механизмы. Конечно, мы должны помнить, что достаточно четкие рекомендации по динамическому наблюдению пациентов с аутоиммунными полигландулярными синдромами, особенно наиболее часто встречающими, со второго, третьего типа. И мы должны помнить, что рекомендованы скрининги как у самого больного, так и у ближайших родственников и по уровню гормонов, и по уровню иммунологических маркеров, то есть серологический скрининг проводить. В тех сложных случаях, о которых я сказала, с частой сменой спонтанной, не следствие терапии нашей, а спонтанной сменой функциональных фаз при течении аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, все-таки многие рекомендуют хирургическое лечение для этой группы больных с последующей заместительной терапией. В отношении эндокринной офтальмопатии эксперты этой европейской группы по изучению эндокринной офтальмопатии, ЭОГОГО, как вы знаете, сокращенное название, рекомендуют, что любой пациент с эндокринной офтальмопатии должен быть направлен в специализированный центр, за исключением случаев легкой эндокринной офтальмопатии, обязательная рекомендация по прекращению курения, получить адекватное лечение с целью быстрого достижения и поддержания стойкого эутириоза, и, конечно же, целесообразно организации совместных консультаций эндокринолога, офтальмолога, пациентам с эндокринной офтальмопатии и создания междисциплинарных команд. И вот когда-то с легкой руки Михаила Борисовича, который помог нам собрать пул больных, дал информацию в городе, на самом деле сейчас на базе 67-й больницы мы можем сказать, что, по сути дела, функционирует этот городской центр в тесном контакте с нашим офтальмологическим отделением и с офтальмологом из института Гельмгольца, мы получаем сейчас уже не только из Москвы, Михаил Борисович, но и из различных городов Российской Федерации эту группу пациентов, и занимаемся и научной деятельностью, и практической. И поэтому только последняя серия публикаций нашей кафедры и коллектива, которым я тоже благодарна, они здесь присутствуют, занимаются этой проблемой, так сказать, мы надеемся на дальнейшее развитие, уточнение, как говорится, и генеза, а возможно уже клинического применения того, о чем я сегодня пыталась говорить. Ну и спасибо за внимание, уважаемые коллеги. В финале опять Никас Сафронов, да, пик красоты, ну и будем надеяться, что все наши усилия направлены именно на это. Спасибо за внимание. Спасибо. Огромное спасибо за блестящую лекцию, за такую информацию. Огромное вам спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Михаил Борисович. От всех от нас, да. Спасибо. Спасибо. Это неожиданно, но очень приятно. Спасибо большое, Михаил Борисович. Спасибо. 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 Спасибо.